Считанные мгновения остаются до начала этого матча По официальным статистике 13721 зритель Это только те зрители, которые купили в обычных кассах билеты и пришли на этот матч Но если учесть сколько здесь персонала, обслуживающего, представителей федерации, клубов и так далее То за 15 тысяч точно перевалило количество зрителей на трибунах И примерно та же самая картина будет и сегодня Ну и можем отметить, что на поединке Трентина и Бледа аудитория была, конечно, чуть меньше, но тоже 1010 В общем, любят в Польше волейбол, спорт номер один И очень болеют здесь за своих Ну любят, наверное, так как нигде не любят его и ходят на него Это, возможно, национальная идея польская Очень серьезно здесь ко всему относится И, конечно же, вчера огромное разочарование постигло болельщиков Белхатова После поражения местной команды наших динамовцев Но лучше что делать Это спорт, мы рады за московские динамы, естественно Посмотрим, как все сложится сегодня Сейчас команда уже выходит на площадку Ведомые двумя арбитрами сегодняшнего матча Французом Дорогокурцем и Чехом Лобастой Хорошо известные рэпери, которые будут обслуживать сегодняшний матч Команды на площадке И буквально через несколько минут мы узнаем стартер состава команд И начнется поединок за третье место Да, но Блед после того, как, в общем-то, так очень серьезно поупирался Поупирался в матчи против действующего обладателя Кубка Чемпионов Как-то несколько изменило о себе мнение Вот эти вот предтурнирные расклады, когда мы относили его к главному адсайдеру Наверное, сейчас выглядит несколько иначе Блед способен преподнести сюрприз И уж тем более в матче со скрой Сейчас мы начнем знакомиться со стартовыми составами В целом начнут В этот раз Но для начала, конечно же, рэпери Рэпери я вам уже представил это Еще раз скажу Дорогокурц, французцы и Чеха Лобаста Они на ваших экранах Это бригада арбитров вчера уже обкружила матч Билхатов-Динамо-Москва Тогда Лобаста был главным арбитром Сейчас он ассистирует своему французскому коллеге И смотрим появление на площадке игроков Начинаем мы со славянского Бледа Итак, первый номер Капитан команды Андрей Флайс Номер два Ален Паен Номер три Либера команда Даниэль Льюис Номер пять Алан Скетт Номер семь Мэтью Камник Номер девять Дежан Винчич И номер пятнадцать Витт Якопин Главный тренер команды Канадский тренер Глен Хоуд Смотрим расстановку, в какой начнет команда Но самое главное, наверное Не то, что интрига, а новость То, что трансмированный вчера связующий словенцев Дежан Винчич начинает сегодня игру в основном составе Ну а пока Смотрим на поляков Как они появляются на площадке Под вторым номером Капитан команды Мариуш Глазовый Под третьим номером Петр Гашек Либера команды Четвертый номер Даниэль Плинский Десятый номер Мигель Паласко Одиннадцатый номер Стефан Антига Тринадцатый номер Михаил Винярский Семнадцатый номер Мартин Мадзонок В таком составе Вчера эта команда начинала Игру против московского Динамо В этом же составе Появляется сегодня На поле против Словенского Бледа И главный тренер поляков Яцек Навроцкий В сильнейших составах Оба клуба Настроены на борьбу Да, вот самое главное Конечно, как Вчера мы видели Травму, которую получил Дежин Винчич Главный связующий Словенского Бледа Как он лежал У него опухла нога Появилась гематлома Там видно было, что Как минимум растяжение И для меня вот большой сюрприз был Когда я еще наблюдал сегодня За разминкой Что он стоял Пасовал так прихрамово И сейчас видно, что Вышел на игру В таком жестком тейпе Нога у него замотана И, конечно, видно, что Движение немного сковано Но, тем не менее Проявил этот спортсмен Свои бойцовские качества Вышел на площадку Побороться за бронзовые медали Лиги чемпионов И так начинается игра Первая подача Алана Скета Сам Жаскет сейчас Атаковал заднюю линию Здорово Вот он как раз блок Словенской команды То вчера То, на что вчера Трентина наталкивалась Неоднократно И, в общем-то, именно из-за этого Единственный сет Они в том матче Проиграли в полуфинальном Ну, а мне кажется Когда здесь играет Команда Скрам Нам, Олот, можно Периодически просто замолкать Дабы нашим зрителям Была возможность Послушать Что же происходит на фласс-арене Безусловно И вот сейчас Скет ошибается На подаче 1-1 И вот Алан Скет Вчера, в принципе Основной диагональный игрок Словенского Блэда Провел, наверное, свой Не самый лучший матч 24% эффективность Его атаки была И вот сейчас он Продолжает, так сказать Стучаться В польский блок И с 29 раз Вчера он Только лишь 7 очков набрал При этом 8 раз ошибся Сыграл фактически В нападении В минус Это, конечно, очень Плохой показатель Для диагонального игрока Который должен Соберить Не всю основную нагрузку В нападении Посмотрим, как Скет Стравится с этим Своей работой В сегодняшнем матче Вчера у него не все получилось 3-1 3-1 Хозяева повели Ошибается много Словенца В начале этого матча Взял на себя Инициативу Как раз Винчич Но Отправляется Мяч вау Он-то был уверен Что попал В площадку 4 очка Заработала Скра В начале этого матча 3 из них Словенцы Отдали сами Такое количество Брака в начале 75% Мне начало Сегодняшней Первой партии Этих команд Напоминает Начало вчерашней Первой партии Скра Против Московского Динамо Когда Команда просто Подавила немножко Наших ребят Я имею в виду Белхатов При поддержке Атлас-Арена Естественно Шунгам Адреналин Потом наши ребята Буду успокоились И узнаем С чем все это закончилось Посмотрим Как сейчас С этим справятся Словенцы В принципе Словенцы играют Гораздо более Раскованные Сейчас чем Поляки Одни в любом случае Ждут победы Сегодня Уж плать Они должны Обыгрывать С точки зрения Своих болельщиков У всех Кто смотрит За этим Коллективом Польским Ну а получится У них это или нет Большой большой вопрос Ну а Словенцев Ничто не давит Им надо просто играть Они все сделали Просто попав В финал 4 И Сейчас играют Своё удовольствие Зонок Седьмое очко Для своей команды Зарабатывает 7-3 Здесь под нами Пол Ходунов Ходит Да От поддержки Трибун Лаздо Очень хорошо Может подавать Вчера просто Здорово Он отработал На подаче